Виртуальное информационное поле в России подвергается большой перестройке этой зимой. Ряд изменений затрагивает законодательство, в том числе и уголовное. Одну из самых малодоказуемых статей, так она себя показала на практике, решено дополнить новыми правками. За клевету в интернете теперь можно получить большой штраф и даже лишиться свободы. Более того, теперь за публичный обман могут наказать и в случае, если порочащие заявления направлены не только на какого-то конкретного человека, а в отношении группы лиц. Клевета – это преступление, которое совершается с прямым умыслом. То есть правоохранители должны доказать, что человек понимал, что это именно вранье и сделал это специально. И раньше нельзя было в интернете безнаказанно про кого-то писать. Однако, если раньше максимальное наказание было штраф до 500 тысяч рублей, то теперь за клевету в интернете будет также либо штраф, либо лишение свободы вплоть до двух лет. А если эта клевета соединена с обвинением в тяжком преступлении или особо тяжком, либо в сексуальном преступлении, то срок лишения свободы будет вплоть до пяти лет. Еще одна интернет-новинка. С 1 февраля в стране официально появится понятие «социальная сеть». Главный ее признак – более полумиллиона пользователей в сутки. Дополнительно к этому каждая сеть будет обязана контролировать размещенные на своих платформах посты и удалять все, что претит закону. За неисполнение предусмотрены штрафы. На владельцев уточняют законотворцы. Для самих людей, для блогеров, для участников благосферы ничего не меняется. Требования, которые мы выдвигаем к владельцам социальных сетей, эти требования впрямую исходят из уже действующего законодательства. Если мы с вами говорим, что в жизни офлайн нельзя оскорблять людей, распространять наркотики, организовывать и пропагандировать террористические акты, то почему это можно делать в онлайне? Тех, кто говорят, что интернет – это территория абсолютной свободы, лукавят, потому что не может быть территории, где не действует никаких законов. Впрочем, для крупных и известных интернет-площадок законы работали всегда, сообщают СММ-специалисты. Уже несколько лет свободно вести сомнительный контент стало маловероятным. Самая строгая цензура остается на европейских порталах, известны своими банами за малейшую провинность Facebook, Instagram и Twitter. Чтобы очередной пост не вызвал малейших сомнений, приходится выверять каждую деталь. В любом случае, пост проходит редакцию, оригинальность, соблюдение правил площадки и законодательства. Текст, изображение, звук – все это фильтруется с помощью нейросетей и распознается как милицеприятный контент. Порнографии, посты, которые призывают к насильственным действиям, экстремизм, терроризм – все подходит под эти критерии. И эти посты автоматически удаляются из соцсетей. Теперь, согласно новым изменениям, соцсети должны будут ограничивать доступ и к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции России, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных публичных акциях. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.